Привет, друзья! В догонку прошлого видео, где мы с вами говорили о параметрах и условиях съемки архитектуры, и перед тем, как мы перейдем к обработке таких кадров, я хотел бы рассказать вам о своей классификации архитектурной фотографии. Моя классификация упирается не в жанр фотографии, а в технику исполнения и особенности обработки. И я классифицирую архитектуру следующим образом. Классическая архитектурная фотография. Такие кадры мы с вами видим в основном в глянцевых журналах, на билбордах, в рекламе и даже в играх. Как получаются такие кадры? Широкоугольным объективом 17, 24, 35 мм. Что требует такая фотография? Правильной геометрии, строгого соответствия вертикали и с вертикалями, а всех горизонтальных линий, линии горизонта. Второй класс. Креативная архитектурная фотография. Которую можно разделить на два основных направления. Первое направление это взгляд снизу вверх, так его и назову. Ну и сразу скажу, вы никого не удивите такой фотографии, так как это настолько избитый и технически очень легко получаемый прием, что такие снимки на фотосайтах уже набили оскомину и есть у каждого туриста в его фотоальбоме. Такие кадры также лучше всего фотографировать на широкий угол и, несмотря на такую распространенность, часто встречаются очень интересные сюжеты. Второе направление я назову в честь объектива, на который получают такие фотографии. Фишай, что означает рыбий глаз. И все объективы, которые идут с такими параметрами, используют для получения интересных и необычных фотографий. Итак, классическая архитектурная фотография, креативная – это взгляд снизу вверх и фишай, и третий класс – это жанр. Жанровая фотография подразумевает какую-то сценку из жизни, но зачастую архитектура выполняет важную роль в сюжете, и поэтому жанр я тоже отнесу сюда. В более мелкие направления, где также архитектура может участвовать в композиции и сюжете, мы с вами пока не будем углубляться. Три основных класса, я про них рассказал, как их получает вы тоже теперь имеете представление, и в дальнейших видео мы с вами разберем особенности обработки каждого класса. А сейчас желаю вам удачи, всем добра и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok